приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео снова поговорим с вами про гонку на 1 миллион золота в режиме топография на карте ласпель нужно откатать четыре сценария как можно быстрее и нам нужно победить всех соперников и все кто быстрее это сделает тот и молодец нам нужно эти четыре сценария просто показать них лучшее время лучшее время за сколько мы победили соперников они покатались по контрольным точкам можно игнорировать контрольные точки мы задавали вопросы разработчикам и они ответили что можно их проезжать поэтому люди которые мне под прошлыми видео рассказывают что нужно ездить по контрольным точкам уже на тот момент этот вопрос был задан и эта информация была известна поэтому я неспроста говорил что нужно их проезжать нет смысла на них останавливаться там ездить по ним и так далее зачем люди продолжают говорить что нужно по ним ездить я не знаю видимо они считают что они разработчики и они знают какие правила у турнира у этой гонки на миллион золота ну видимо они создали этот турнир поэтому им виднее итак первый сценарий на карте ласвель я поехал через центральную дорожку убил тяжелый танк между домами поехал дальше тут у нас ждет пт-шка за поворотом делаем ей выстрел и добиваем ее тараном конечно не всегда урон проходит но если бы прошел можно было бы сэкономить один выстрел и пройти этот сценарий чуть быстрее убиваем теперь пт-шку следующий который стоит вдалеке за камнем запоминаем что слева возле дома за этой вишней стоит еще одна пт-шка убиваем ее и после нее наша задача убить арту которая находится за деревьями за заборчиком вторым убиваем ее убиваем арту едем вперед теперь нас ждет тяжелый танк средняя пт-шка я заезжаю немножко левее для того чтобы ст-шка у меня не стрелялась экономить немножко хп делаю два выстрела в тяжелый танк и добиваю его тараном дальше стреляю в ст-шку и буду стрелять теперь в пт-шку нанесу пт-шке один урон буду добивать ее тараном на ходу немножко притормозил чтобы стопудово успеть попасть в ст-шку добиваю тараном пт-шку и остается две жопки которые нужно просто добить стоя на месте хп у нас много поэтому вообще не важно будут они в нас попадать или нет вот и первый сценарий пройден я прошел его со скоростью 2 минуты 34 секунды вот такой у меня результат вы видели что в некоторых моментах можно сократить немного время и переплюнуть мой результат теперь переходим ко второму сценарию на карте ласвель и я его прошел за 2 минуты 26 секунд можно немножко быстрее но опять же понадобится накатка боев и когда-нибудь повезет все снаряды залетят может быть когда-нибудь альфа пройдет и какой-то танчик вы заберете за два выстрела не за три и так далее в начале едем просто по маршруту который задуман в топографии изначально по болоту едем вперед ст-шку убиваем на ходу можно начать стрелять не сразу поскольку она убивается за два выстрела и нам предостаточно времени чтобы убить ее поскольку здесь ехать далеко а если мы потратим меньше снарядов и пройдем сценарий с одинаковым временем как у кого-то мы его можем обогнать если у нас будет потрачено меньше снарядов или меньше очков прочности танка убиваем тяжелый танк первый на ходу второй тоже убиваем на ходу можно попробовать второй тяжелый танк затаранить добить его тараном но мы потратим время на то чтобы остановиться и объехать его но не потратим время на стрельбу в принципе это не суть важно можно и так и так по времени у меня получалось одинаково самое главное чтобы снаряды залетали все а еще лучше чтобы альфа проходила хорошие и тогда мы заберем какой-то танчик возможно быстрее но у меня мало того что не все снаряды залетели так еще и альфа вылетала обычная никакой там повышенной не было если тяжелый танк забрать за два выстрела это очень сильно ускорит так еще и вот я забираю тяжелый танк тараном и сейчас будет один промах который мог бы не происходить и я бы прошел это сценарий побыстрее вот сейчас не до свелся я возможно надо было просто стоять а потом начинать ехать я же спешил ну и как говорится поспешишь ведь к насмешишь короче добиваем арту едем за пт-шкой последней и в конце у нас еще остается средний танк убиваем пт-шку и вдалеке стоит ст-шка пока я был на перезарядке я немного подъехал возможно надо бы стоять стрелять с места если запомнить где находится ст-шка то можно с места и и расстреливать но придется стрелять без засвета и так переходим к третьему сценарию здесь две минуты 36 секунд я сыграл я считаю что нужно поставить лайк подписаться обязательно за такой результат на третьем сценарии очень сложном очень в общем задумка такая в начале на ходу убиваем средний танк миллион попыток когда-нибудь повезет в общем крепитесь успехов вам когда-нибудь залетит и после того как залетела это еще не самое сложное что есть нам нужно еще на ходу ехать всех убивать заезжаем в город на ходу убиваем ст-шку не всегда мы в нее попадаем на ходу не всегда она даже пробивается надо рикошетит потом залетаем в тяжелый танк с тараном убиваем его за два выстрела еще и самое главное чтобы во время корпус доворачивать ромбиком в средние танки против средних танков они стреляют фугасами если мы будем стоять ровно они будут нас пробивать по 100 плюс урона у нас хп не хватит убиваем следующую ст-шку и следующий тяж снова заезжаем в него тараном убиваем его за пару выстрелов и едем дальше не останавливаясь здесь очередной средний танк который если нас пробьет мы не выживем я его еще и не пробиваю то есть этот результат можно улучшить если я сейчас пробил то уже бы сократил этот результат прошел бы быстрее поэтому как обычно любой хороший результат можно еще и переплюнуть если все снаряды залетят но у меня не все снаряды залетают теперь останавливаемся в конце возле кустика стреляем вперед блайндами здесь над заборчиками слева от дерева там где заканчивается трава и начинаются камни стоит пт-шка убиваем ее блайндами здесь опять снаряд не залетает вот видим два снаряда уже не залетела так что этот результат можно улучшить впереди еще ждет нас пт-шка которая стоит слева дерева еще снаряд не залетает и тут тут просвет такой между деревьями и слева дерева там стоит пт-шка залетает в нее наконец-то мы ее убиваем с двух выстрелов третий не залетел и здесь вот нас стоит арта арта стоит справа от крыши будки последняя пт-шка находится у нас на пересечении темного и светлого куста под правым деревом 2 минуты 36 секунд это невероятный результат который еще и можно улучшить то есть это еще и не самый лучший результат который мог бы быть на этом сценарии ну и последний сценарий 3 минуты 7 секунд это у нас такой вот длинный сценарий самый долгий в основном все проходят его примерно одинаково едут по центральной дорожке а дальше уже идут расхождение я покажу свой вариант и так вначале просто едем и убиваем на ходу ст-шку и две пт-шки также еще что хочу вам рассказать это то что люди которые выходят в конце и экономят там 5 секунд разработчики ответили что результаты таких игроков засчитываться не будут поэтому если вы видео досматриваете до конца вы узнали такую важную информацию разработчики сказали что результаты такие засчитываться не будут я сыграл все результаты не выходя мои все тайминги в каждом сценарии честные справедливые без каких-то уловок и так добиваем последнюю пт-шку останавливаемся убиваем арту и блайндами стреляем по жопе пт-шки которая стоит под камнем это мой вариант как я проходил за два выстрела убиваем иногда бывает не залетает поэтому начинаем заново и пробуем пока залетит дальше мы едем либо крутить тяжелый танк либо мы подъезжаем к этой палатке стреляем в куст можно подъехать впритык к палатке можно прям за нее стать стрелять нужно на пересечении двух кустов тут темный куст есть и светлый куст стреляем между над рельефом там где-то башня тяжелого танка если повезет если повезет мы убьем тяжелый танк за два выстрела если два раза альфа пройдет если нет дай бог чтоб хотя бы за три убили там дальше как повезет убиваем едем дальше в город стоит ли ехать его крутить или стоит ли стоять так стрелять честно сложно сказать как быстрее но если вы едете тяжелый танк крутить крутить его нужно прям впритык поскольку если вы широко будете ездить вокруг тяжелого танка то там болото мягкий грунт и танк застрянет будет медленно ехать вы еще и получите люлей от него нужно прямо впритык на пробеле на ручнике вокруг него обкрутиться здесь между домов заезжаем здесь очень важно чтобы мы именно между заезжали чтобы средний танк засветился тогда мы правильно заезжаем убиваем его тараном и выстрелом так мы сэкономим время следующий средний танк мы расстреливаем и я специально шире отъехал от трупика поскольку он какой-то кривой получился и у меня иногда снаряды пропадали в этом трупике хотя прицел когда сводишься даже не цеплял этот труп но так получалось что снаряды просто исчезали я подумал что это возможно трупик их засасывает там куда-то в черную дыру неважно дальше мы едем просто напролом упарываемся в тяжелый танк если у нас хп много мы можем въезжать в него тараном и мы заберем его за выстрел и таран я же тут ошибся и врезался в дом это была ошибка но так или иначе этот результат как обычно можно улучшить намного ли его можно улучшить вряд ли но я думаю что сэкономить секунд 15 может быть можно может быть но 20 если где-то с поджогом вы стрельните или альфа пройдет если вы не будете в дома врезаться как я в принципе 3 минуты 7 секунд все главное еще чтобы ромбик ставить против стащик чтобы они вас не пробивали на 100 плюс хп и последнего тяжа убиваем в корму подъезжаем поближе чтобы круг доставал рентгеном чтобы мы его засветили через заборчик стреляем по жопе все он нас стрелять не может у него голова за домом все легко убиваем не важно сколько у нас конца хп осталось поскольку он нам не на ни одного урона не нанесет вот такие у меня результаты я там примерно на 10 минут проехал все четыре сценария есть люди которые выехали из десяти минут но мне кажется что они наверно возможно выходили в конце боя поэтому сэкономили секунд 20 поэтому у них результаты получился лучше так это или нет посмотрим в итоговых результатах может результат вот такой я считаю это лучшие тактики прохождения этих сценариев чтобы проехать их быстрее нужно просто накатать количество боев чтобы все снаряды залетели хорошо подписывайтесь обязательно ставьте лайки с вами был варточка играйте красиво всем удачи пока